всем привет сегодня 16 августа 2020 года мы с вами находимся в карпатах на трассе n09 так но вот здесь я вынужден вам внести некоторые уточнения не сразу как бы немножко смутил вид этого бетона вроде бы как не совсем новый но я промолчал потому что не надо было уточнить причину этого сейчас я вижу что здесь указан год 2017 когда было создано вот это сооружение а совсем новый бетон это вот этот роствер который идет по наружу то есть это еще дополнительно делалось укрепление и очевидно будет бетонировать продолжать подпорную стену сюда ту сторону мы тоже видим вот нижний ярус ростверка это совсем свежий делался где-то на протяжении месяца последнего а чуть повыше это все более ранее укрепление и здесь мы видим откуда течет этот мощный поток в трубу есть такой красивый водопад заметим что здесь тоже его русло выложено искусственно камнем но где-то там вдалеке высоко он течет уже дико здесь таких вот ручьев живописных очень много я вам обещал показать сверху выглядит размытый участок за который мы заглядывали видим все эти каменные брылы обваленные и съехавший грунт сейчас где-то на метр асфальт толстый висит в воздухе а промыто оно было очередным ручьем вот мы видим там он сейчас без воды не знаю отвели ли ее куда-то либо же он просто испортил стенку и пересох но тем не менее мы видим вот его просто срезала эту часть и труба там торчит большое количество материалов мы видим работа здесь идет достаточно активно в будние дни вот закончился аварийный участок движемся далее в сторону рахова сто восемьдесят восьмой километр еще раз для вам для ориентирования очередной изгиб реки здесь слава богу пока все нормально но мы видим укреплялся здесь берега габионами и часть габионов попросаживалась вниз я говорил вам что это как бы считается штатная ситуация и надо просто своевременно сверху укладывает новые габионные ящики интересная достопримечательность карпат наверное многих таких горных регионов это подвесные мосты если вода не поднимается до моста то в принципе он достаточно безопасный здесь опоры не сносятся потому что опор просто нет сейчас я иду и она так достаточно прикольно подо мной гуляет и мы можем центр реки посмотреть как это все выглядит не прибегая к помощи дрона здесь много таких мостов хотя говорят были случаи когда поднималась вода выше моста и тогда ее тоже так эту переправу разбивает где-то водой где-то тем что несет вода мост на таких вот толстенных стальных тросах сверху и снизу они где-то там замкерены земле деревянный настил и для безопасности но это уже более позднее изобретение натянута сетка рабица вода на мост в частности держится на таких вот забетонированных швеллерах натянут талиями и мощнейшими даже конкретно этот мост он висит всего лишь на двух тросах я видел и четырех тросовые но здесь двух тросовая система и вся нижняя часть по которой мы ходим она подвешена на боковых вертикальных более тонких тросах да ощущение интересно когда идешь по нему здесь мы видим такой портальчик там просто берег выше был и нужно было тросы укрепить непосредственно на берегу а здесь сделали такую вот систему и тоже танкерение швеллерами так в копилочку наших с вами мостов если кому интересно мостик это находится в селе квасы а квасы у нас знаменита тем что здесь находится очень крутая пивоварня которая наверняка каждый киевлянин знает это пивоварня цыпа недавно построили здесь новую пивоварню более мощную но если вы любите цыпу киеве в частности во многих на других местах украины тоже она есть вы знаете что она приезжает вам вот отсюда с этих красивейших карпатских вор на горных ручьях все это варится на родниках пиво это наверное на 50 процентов может и больше вода качественная поэтому я знаю властный к этой пивоварни и спросил почему именно квасы он говорит потому что вот здесь вода она дает ту самую прелесть вкусу пиво цыпа которую нигде говорит я не смог больше найти селе квасы мы встречаем еще вот такой мощный горный поток в него со всех сторон сливаются еще какие-то маленькие по точки 1 2 3 и мы видим здесь были старые подпорные стены сложенные из камня они пришли в негодность частично разрушены этот поток он тоже вливается в черную тису здесь было подмыто очередной участок и сейчас здесь тоже идут восстановительные работы сейчас мы уточним кто здесь работает почему я об этом говорю потому что поступило мне уточнение первую стенку подпорную большую которую мы с вами видели там не пбс делал там работала фирма шибу 77 эта фирма насколько я помню броварская и мы ее уже с вами встречали на дороге тяче в хуст там они делали асфальтирование слоем щема а я вам его показывал мы там еще летали и многим из вас это понравилось и вот эта фирма она делала первую стенку поэтому сейчас если мы здесь кого-то найдем мы попытаемся выяснить какая фирма здесь работает потому что воскресенье здесь ага я уже вижу да фирменная машина пбс значит здесь пбс у нас вот здесь мы можем видеть что пбс строит такую же точно стену трапециевидную в поперечном разрезе было подмыто и снесена часть водопропускника переезда сейчас это все восстанавливает но сначала надо укрепить берег здесь тоже вот вы можете заметить это изгиб реки и тоже повышенная опасность размыва мы идем по гребню стены видим какой здесь мощный поток вырывается на свободу вы видите что сам водопропускник он был где он гораздо раньше но сейчас его необходимо восстановить и укрепить потому что берег уносит просто это что я вам показывал что какие-то работы делали в семнадцатом году это подтверждает только слова местного охранника о том что здесь каждый год эти куски стен уносит 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 надо вот такие вот применять повышенные меры безопасности понимаете что все это требует больших расходов бюджетных средств поэтому много участков еще не охвачено этой деятельностью но природа сама подсказывает где надо делать следующую подборную стену и мы видим там далее подборная стенка уже свежая едем по квасам и что еще хотел заметить сейчас мы едем по либо промежуточному либо по выравнивающему слою асфальта но судя по внешнему его виду он был положен в прошлом году и пока нету здесь продолжение никакого возможно даже самый нижний слой потому что вот мы проезжаем уровень заездов которые оставлены угадывается что может быть будет еще два слоя но я точно об этом говорить не буду мое предположение но тем не менее уже в этом слое асфальта наблюдаются некоторые прорехи местами так что хочу обратить внимание местных служб закончились квасы началось село билын и здесь мы едем уже по старому асфальту такой достаточно горбатенький но большие ямы заделаны ямочным ремонтом так что проезжать можно въезжаем в рахи встречаем электричку сверху нас причем какая-то такая сугубо местная электричка потому что сзади у нее маневровый тепловоз и всего лишь два вагона но мы продолжаем ехать по старому асфальту мы находимся в рахове продолжаем движение по трассе 0.9 и здесь на территории города новый асфальт уже хотя судя по всему это еще не финальный щема а асфальтобетон промежуточный либо же выравнивающий слой и как видите нас накрыло дождем надеюсь нам это не помешает продолжить наш обзор мы выехали из зоны дождя опять на сухой асфальт и можем видеть как где-то высоко в горах идет дождь туча сидит прямо на верхушке горы с гораховом новый асфальт заканчивается и мы вновь переехали на старый асфальтобетон и он только отдельными фрагментами небольшими перемежается с выравнивающим слоем нового асфальтобетона снова припустил дождь поэтому я даже не знаю что вам показать вот мы сейчас проезжаем тоже какой-то провал но техники строителя не видно видны только вагончики единственное что я могу здесь прокомментировать это то что очень много таких мест мы еще проехали ряд таких маленьких обвальчиков дороги где-то обочину смыло где-то буквально там до 30 сантиметров дорожного полотна на таких крупных более пока не попадалось заехали мы в село Дилове это вот только-только проехали тот последний участок где был маленький обвал и видим какой красивый туман на горах 155-й километр трассы выехали из Дилового Диловое продолжалось очень много километров аж до 144-го я сбился со счета и комментарий к дороге здесь очевидно делались ремонт и картами такими большими потому что самые большие отремонтированные участки мне попадались это где-то метров 300-400 и также много маленьких участков протяженностью может быть метров около 100 слева от нас сейчас государственная граница Украины с Румынией река Тиса если не ошибаюсь 143-й километр проезжаем населенный пункт Великий Бычкиф общее впечатление о дороге конечно честно говоря смешанные пока сюда доехали большая часть дороги была старая местами как я вам уже рассказывал картами заасфальтирована а вот сейчас мы едем по новому асфальтобетону но он настолько кривой и вы наверное же по моему голосу слышите как трясет машину и трудно сказать о причинах возможно очень плохо была подготовлена подушка но сейчас это новый кривой асфальт надеюсь это исправлено будет заехали в городок с интересным названием Билла Церква такое знакомое всем киевлянам и начался участок обозначенный как участок дорожных работ и мы видим здесь фрезеровали асфальт что-то похожее на на ресайклинг у нас под колесами до этого мы ехали по старому асфальту все это время и сейчас мы находимся на границе Белой Церкви и Солотвино посмотрим дальше как будет этот участок продолжаться и чем Солотвино мы движемся по ремонтируемому участку это действительно ресайклинг под нашими колесами и наконец мы увидели здесь щит из которого мы узнаем что это трасса 0.9 километр 105-й 118-й в рамках программы великое будивництво ремонтирует здесь подрядная организация ТОВШБУ-77 напоминаю что это ребята из Броваров под патронатом президента Украины Кабинета министров Украины и Укравтодора буквально сразу за щитом информационным закончился ремонтируемый участок закончилась Солотвино и мы въехали в село Ныжняя Апша или же Апша сейчас мы едем пока по старому асфальту вокруг нас просто какие-то королевские дворцы виднеются люди здесь живут судя по всему очень даже не бедно остается только порадоваться за них и вот сейчас мы проехали указатель Грушево и попали на выфрезерованную полосу старого асфальта но это значит какие-то работы здесь ведутся все-таки потому что фрезеровка явно недавно была проведена правая сторона правая сторона фрезерованная и находится это кусок между двумя такими причудливыми железобетонными арочными мостами один мы проехали я не успею включить камеру а второй сейчас вы видите на своих экранах и далее мы видим уже полностью выфрезерованная дорога с обеих сторон причем практически до основания в некоторых местах еще асфальт остался а в некоторых уже видим щебень село Грушево тоже такое достаточно протяженное и на всем этом протяжении мы едем примерно по одной и той же выфрезерованной поверхности мы ехали за границу Грушево 110-й километр показывает знак и мы все еще продолжаем ехать по фрезерованной поверхности которая явно подготовлена под большой протяженный ремонт конца пока не видно этому участку наверное я не знаю километра 4-5 мы уже едем по нему вот мы доехали до указателя 108-й километр впереди село Тересва вокруг нас тоже какое-то село но ни гугл не говорит нам что это за село ни знаков никаких не было и к чему я это говорю для того чтобы позиционироваться вот сейчас мы уже заехали так что это за похоже что это тощий бетон пропитанный битумом это он по направлению к Тячеву по направлению противоположному пока еще только фреза осталась ну собственно и закончился этот участок протяженность его порядка наверное метров 400 была далее мы переехали на старый асфальт еще не фрезерованный проехали еще пол километра и теперь картина противоположная мы едем по фрезерованному асфальту а слева от нас тощий бетон выложен только похоже здесь он не пропитан битумом светлого цвета и где-то метров через 300 мы заезжаем уже на сплошной тощий бетон по обеим сторонам продолжаем ехать по точному бетону продолжаем ехать по точному бетону снова натыкаемся информационный щит который нам говорит что мы находимся на участке от 98 по 104 километр и тоже подряд на организация ТОВШИБУ77 работает по программе Великое Будемництво ну честно говоря я не знаю почему вот такими неожиданными местами ставят эти щиты потому что мы уже давно вы видите едем по участку ремонтируем но раз уж я вышел посмотреть на щит думал честно говоря там будет какая-то дополнительная информация то я вам покажу сам этот точный бетон здесь такой сильный запах цемента стоит вот мы по нему едем уже наверное несколько километров и впереди все это продолжается вот здесь мы заезжаем на какой-то маленький мостик его приводят в порядок видно монолитная плита толстенная поскольку к мостикам у меня вы знаете особая слабость то даже несмотря на то что он такой малюсенький я все равно решил выйти посмотреть на него показать его вам мы видим что к мосту подходит слой тощего бетона на подходе к мосту он уже пропитан битумом и далее за мостом тоже небольшой кусочек битумной пропитки сам мост монолитный покрыт гидроизоляцией рулонной и мы видим только половина его забетонирована и оставлены выпуски арматуры для того что продолжить на другую половинку здесь у нас монолитный тротуар технически установлены уже подпятники под перильные ограждения и столбики для крепления отбойника сам мостик мы видим сделан на двух устойных опорах в его основу положены балкоплиты здесь идет такой даже интересный промежуток это монолитная плита похоже делалась старая и дальше там тоже балкоплиты ну интересный такой вообще мост и здесь откосик сделан мощением таким крупным-крупным булыжником с другой стороны так же тут как вы видите какая-то дорожка маленькая проходит но больше здесь склад мусора вот и сверху я вам уже показал там толстая монолитная плита толщина плиты видите вот верхний слой монолита это толщина тротуара и вот толщина плиты наверное чуть меньше чем сама балкоплита на которой мост лежит это мы с вами были в Тересве и сейчас решил вам показать такой интересный тоже мост металлический на заклепках наверное да наверное послевоенный хотя может быть довоенный трусит в нем сильно уже закончился участок ремонтируем мы на мосту ну далее похоже опять фрезеровка да вот мы съезжаем снова на выфрезерованный асфальт и это Бедевля или Бедевля здесь соленый пункт тут мы сейчас едем по сфрезерованной поверхности и буквально чуть-чуть мы проехали и начался асфальт судя по всему это выравнивающий слой асфальтобетона мы видим заложенные расширения под примыкание каких-то дорог но вообще как-то широкая дорога очевидно здесь будут основки общественного транспорта качество достаточно хорошее более-менее ровная поверхность так все это время мы ехали по выравнивающему слою асфальта по обеим сторонам достаточно гладкий и красивый доехали до еще одного мостика который мы сейчас с вами посмотрим как он из чего состоит и для ориентировки а там впереди я уже вижу знак тачев за мостиком по одной полосе еще нету асфальта по второй продолжается заканчивается он незадолго до моста мы видим что здесь по классике уже забетонирован лежень такой небольшой плита примыкания это уже тоже половина моста была сделана и вторая половина вы видите только забетонирована поэтому мы можем посмотреть и на готовый почти мост здесь не хватает только финишного слоя очевидно здесь будет щима поскольку по этой дороге далее щима укладывался мы это видели и мы можем посмотреть на мост в процессе его изготовления итак видим належень забетонируется плита еще переходная тут лежат какие-то жалкие остатки старого моста основа моста осталась старой мы видим устойную опору плиту перекрытия и сверху толстенная судя по всему самонесущая плита монолитная которую только сделали с другой стороны уже выставили перильное ограждение и выставили стойки под отбойник но отбойника пока нет сейчас попробуем перейти заглянуть под мост судя по состоянию бетона бетонирование было либо вчера либо позавчера но здесь вот такая еще интересная плита забетонирована я даже не знаю пока может здесь какой-то еще узенький пропускничок ага действительно сейчас будем спускаться и изучать здесь как бы мост 2 в 1 основной по которому протекает какой-то ручей и маленький неизвестно для чего здесь какая-то рамка находится возможно здесь был какой-то шлюз что-то в этом роде но уже ничего не осталось но плита здесь тоже есть далее мы видим тоже забетонированный лежень для плит сопряжения и здесь получается своя плита сопряжения и еще одна плита сопряжения будет такой вот маленький но хитрый мостик ну вот первый ревчак действительно трудно догадаться о его предназначении но мы видим что плиты перекрытия здесь есть даже не балки а просто плиты и на них сверху забетонирована плита дальше подходим к ручью здесь снова у нас неожиданности мы видим что вот тут вот лежит 4 балки такие как мы в принципе знаем это балки с предварительно натяженной арматурой и судя по всему здесь арматура это пычки проволоки вы их уже видели вот тут видно даже одна арматурина как-то затерялась и мы ее видим а вот дальше такая интересная панель с ребрами жесткости поперечными продольными причем судя по всему она монолитилась здесь по месту ну мне так кажется по крайней мере потому что я вижу что это явно не заводской монолит центральная часть здесь так решена и здесь снова ближе уже к тротуару все те же 4 балки соединенные диафрагмой между собой чем-то этот мост похож на предыдущий за исключением того что там ровная плита перекрытия а здесь она вот такая вот ребристая и опоры сделаны явно из разного бетона вот центральная опора и боковинки отдельно бетонировались на своих ростверках тут наоборот центральная часть выдается вперед а балки они длиннее чем вот эта хитрая плита мы видим вот она заканчивается лежит на металлических пластинах чтобы можно было двигаться еще интересное мы видим здесь остатки старого деревянного моста ряд деревянных свай следующий ряд деревянных свай это значит совсем относительно недавно ну как недавно вот то что мы сейчас видим это наверное поздний советский союз а до этого здесь стоял деревянный мостик через вот эту речечку в общем даже здесь трудно понять это речечка или это дорога по которой после дождя течет вода какая она какая-то как старая дорога выглядит ну вот такие здесь интересные достопримечательности есть поднимаемся обратно ну а с этой стороны куда мы не могли бы из-за воды подойти мы видим как это все выглядит наши балки которые мы видели еще плиты перекрытия и все это замонолично таким толстенным слоем железобетона армированного движемся дальше напоминаю что мы уже находимся на границе тячего судя по маркированным в некоторых местах знаком здесь все так же работает шбу 77 это их зона ответственности мы заехали в тячев в тячеве пока еще нет следов ремонта едем по старому асфальту асфальт ровный но попадаются большие ямы подъезжаем кстати по всему центру города заехали в центр тячева и вообще попали на брусчатку брусчатка кривенькая но в принципе ехать можно это так общие характеристики дороги N09 мы идем по знакам на Ужгород и по указаниям навигаторов далее мы попали на небольшой участок ровного асфальта но выложен он был судя по всему год или два назад здесь к счастью длилось недолго и вот мы переехали опять на старый асфальт достаточно кривой впрочем впереди мы видим что мы видим мы видим что здесь была брусчатка в какие-то времена незапамятные причем достаточно качественная сверху ее закатали асфальтом а в настоящий момент этот асфальт сфрезерован снова до брусчатки практически так что по такому вот мы едем ну очевидно будут дальше его асфальтировать потому что уровень асфальта мы видим по бордюрам сфрезерован наверное сантиметров на 20 слева похоже ремонтируют ливневку перекладывают ее мы видим такие под износившиеся трубы извлекли и лежат заготовки к новым колодцам и приемников но мы продолжаем ехать по сфрезерованному асфальту под которым находится основание из хорошей брусчатки проехали центральный стадион Тячево и въезжаем на интересный участок мы едем в направлении хуста по выравнивающему слою асфальтобетона а слева я уже вижу встречное направление закатано финальным слоем щемаа судя по всему где-то 5 сантиметровым и вот мы уже тоже въехали на сплошной щемаа и так мы проехали от Тячево до Буштыно подъехали к речке Теребля и все это время ехали по отличнейшему щема асфальту пока еще правда не нанесена разметка не сделаны обочины но сама проезжая часть уже эксплуатируется и здесь я вас хочу отослать к нашему обзору который мы делали два месяца назад асфальтирование дороги в Буштыно тоже на Тячев и на Хуст и здесь мы заканчиваем обзор потому что уже до самого Хуста у нас дорога сделана то есть дальше нам обозревать особо нечего вы можете посмотреть как в самом Буштыно делали финальное асфальтирование ну что ж на этом мы заканчиваем наш обзор благодарю вас за внимание за ваш интерес моему каналу к стройкам Киева и Украины мы с вами сегодня много проехали от самого Татарова в Карпатах и до Буштыно уже в Закарпатье посмотрели на дорогу посмотрели на ликвидацию последствий наводнения которое произошло два месяца назад благодарю наших уважаемых донаторов за ту помощь которую вы нам оказываете благодаря вашей поддержке мы можем вести те обзоры которые вы все видите благодарю пресс-службу Украфтодора за то что помогли нам добраться сюда посмотреть все эти интересные объекты дали информацию необходимую благодарю всех кто смотрит нас с подписочкой кто делится нашими ссылками на видео в соц сетях своих кто оставляет нам лайки и комментарии благодарю наших строителей дорожников мостостроителей всех-всех-всех кто радует нас своими трудовыми успехами если вдруг еще не подписаны подписывайтесь жмите колокольчик подписывайтесь на наш телеграм-канал вступайте в группу в фейсбук и подписывайтесь на нашу страничку в фейсбук я с вами прощаюсь до новых встреч до новых обзоров мира, любви, здоровья, счастья, добра пока сейчас сейчас мы с вами находимся в центре Буштена и тут я вынужден сделать небольшое уточнение в качестве подскриптума от моста через реку Теребля до поворота на населенный пункт Теребля мы доехали по промежуточным условиям асфальтобетона здесь даже такой кусочек вообще непонятный и вот начиная от этого поворота далее до хуста уже идет дорога в щема завершенная проезжая часть это то, что я вам показывал в прошлый раз когда мы здесь были два месяца назад на этом я завершаю наш обзор окончательно всем спасибо за внимание до сих пор 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 за сих пор до сих пор и до сих пор до сих пор если кто гибли так entrada до загадки до сих пор если ваш ум так Продолжение следует...